Здравствуйте, меня зовут Красненко Мария, я юрист общественной организации Донбасс СОС. 31 мая Кабинетом Министра Украины был принят ряд изменений в постановление, которое регулирует порядок учета внутренне перемещенных лиц, а также предоставление адресной помощи данной категории лиц. Давайте поэтапно. Первое. Были внесены изменения в постановление Кабмина номер 509, который регулирует учет внутренне перемещенных лиц. В данное постановление внесено, обеспечено право на получение статуса внутренне перемещенных лиц студентам и ученикам профессионально-технических учебных заведения. Ранее подобная норма была и остается в законе Украины об обеспечении права и свободы внутренне перемещенных лиц, но постановление Кабмина также урегулировало вопрос с учениками профтехучилищ. Стоит отметить также, что студенты, которые оканчивают учебное заведение и проживали в общежитиях данных учебных заведений, после снятия с регистрации в общежитиях имеют право на получение данного статуса, а соответственно и всех остальных год. Но наиболее количество изменений было внесено в постановление Кабмина номер 505, который регулирует порядок назначения адресной помощи. И здесь нужно быть очень внимательным, поскольку изменения являются очень важными и влияют на получение адресной помощи большому количеству людей. Первое изменение касается того, что адресная помощь теперь предоставляется только тем лицам, которые переместились с населенных пунктов, которые определены перечнем населенных пунктов, на которых органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, а также перечни населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения. Такой перечень утвержден распоряжением Кабмина под номером 1085. То есть сейчас нужно четко смотреть, находится ли ваш город в данном перечне для того, чтобы получать адресную помощь. Если город в перечне 1085 не находится, адресная помощь назначаться не будет. Второе изменение касается того, что адресная помощь не назначается, если кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение, либо часть жилого помещения. Ранее положения о части жилого помещения не было. И с данным пунктом мы остаемся не согласными, поскольку судебная практика, которая в том числе формировалась в связи с нашими исками, говорит о том, что часть жилого помещения, если такая, не покрывает норму на одного человека, а согласно жилищного кодекса это составляет 13 метров 65 сантиметров жилой площади, должна назначаться. Но по состоянию на сегодня положение постановления говорит об обратном. Мы дальше будем продолжать работу над этим вопросом, но мы рекомендуем вам обращать на это внимание. И действительно, если у вас есть жилое помещение, часть жилого помещения даже в размере двух квадратных метров, адресная помощь по состоянию на сегодня назначена не будет. Также нужно быть внимательным, что в связи с изменением есть один огромнейший плюс, который в период трех лет не был урегулирован. Сегодня помощь будет назначена, если жилое помещение определено непригодным для проживания или разрушено. Для этого в Управлении труда и соцзащиты населения нужно предоставить соответствующий акт. Что это значит? Если у вас есть жилое помещение на подконтрольной территории Украины, то есть в любом населенном пункте Украины, который не входит в перечень 1085, о котором уже было озвучено, но оно является разрушенным, либо непригодным для проживания, вам нужно обратиться либо в ЖЭК, либо в орган местного самоуправления для получения акта. И именно этот акт предоставить Управление труда и соцзащиты населения для получения адресной помощи. Подразумевая все вышесказанное, нужно четко понимать, что первое, адресная помощь будет назначаться только тем лицам, которые переместились в населенных пунктов, которые включены в перечень 1085, а также тем лицам, дома которых были разрушены, в том числе в связи с проведением АТО. Второй пункт, адресная помощь не назначается, если имущество находится на подконтрольной территории Украины, кроме ситуации, если жилое помещение не приспособлено для проживания, и в связи с этим есть соответствующий акт. Отмечаю, что если у вас есть какие-то вопросы, необходимо разъяснение, вы можете обратиться к нам на горячую линию 0800 309 110, а также оставить свой запрос в онлайн-форме юристам через site donbassos.org в разделе «Юридическая помощь». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова